Баскетбольный клуб «Уралмаш» сегодня будет бороться за выход в полуфинал Кубка России. Наша команда на выезде проведет второй матч четвертьфинала против команды «Локомотив Кубань» в начало игры в 22.00 по времени Екатеринбурга. Напомню, первая игра четвертьфинала была в Екатеринбурге 17 января, и тогда «Уралмаш» одержал уверенную победу со счетом 80-67. Я напомню, что в полуфинал Кубка России выйдет победитель, набравший по сумме двух матчей максимальное количество очков. Двигаемся дальше. Волейбольная «Уралочка» у нас тоже на этой неделе проведет очередной домашний матч. В это воскресенье, 11 февраля, Свердловская команда будет принимать «Динамо-Краснодар». Игра пройдет, что важно, в Екатеринбургском дивсе, начало в 17.00. Отмечу, что «Уралочка» потихонечку набирает обороты и делает определенные успехи. Так, например, по итогам предыдущего тура Всероссийская федерация волейбола опубликовала список результативных игроков, куда попали сразу две волейболистки «Уралочки» Ольга Ваганова и Ксения Купряжкина. Ну а Михаил Карполь, тренер наших «Уралочек», признан лучшим тренером тура. На сегодняшний день «Уралочка» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, а «Краснодарская Динамо» идет на 8-м месте. Так что Екатеринбург ждет действительно интересный матч, не пропустите. Для любителей зимних видов спорта совсем скоро пройдет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Уже 10 февраля все желающие могут попробовать свои силы в этом виде спорта. Для горожан подготовили 10 площадок во всех районах Уральской столицы. Традиционной популярностью пользуется лыжная база в парке Маяковского. Задействован будет спорткомплекс «Ургупс». В Академическом «Лыжня» будет подготовлена, но и в других районах города. Главный старт в Екатеринбурге стартует от лыжной базы «Калининец». А центральная гонка Свердловской области пройдет в Сесерте на базе спортивной школы Олимпийского резерва имени Рыжкова. Первые старты запланированы на 10 утра. Организаторы также подготовили развлекательную программу. Так что интересно будет не только участникам, но и зрителям. Напомню, зарегистрироваться заранее на участие в гонке можно на портале госуслуги. Ну и важный день, который я не могу не отметить. Сегодня отмечается день зимних видов спорта в России. И ровно 10 лет назад в этот день стартовали Олимпийские игры в Сочи. Ром, скажи, пожалуйста, в 2014 году ты смотрел Олимпиаду в Сочи? Мне кажется, да. Какие-то моменты, значит, наверное, помнишь. О-о-о, сейчас проверим, видимо. Да, для тебя я подготовила несколько вопросов, но прежде чем мы приступим, я хочу показать то, что у меня осталось, так скажем, на память с игр в Сочи. Это вот эти вот замечательные открытки, которые мне отправили волонтеры прямо из Олимпийского Сочи, непосредственно из Дома болельщиков команды «Россия». Есть вот такие разноцветные открыточки, да, а есть еще вот такая специальная почтовая карточка, которая была выпущена именно к Олимпиаде в Сочи. И ее можно было отправить тоже вот из Дома болельщиков сборной России в Сочи в 2014 году. Вот. Что ж, вопросы, соответственно, будут по Олимпиаде в Сочи. И у тебя будет шанс даже выиграть какой-то приз, если ты ответишь хотя бы на два вопроса верно. Путевка в Сочи? Ну, я бы хотела, конечно, но нет. Я бы тоже хотел. Давай, давай, давай. Итак, первый вопрос, поехали. На играх в Сочи было представлено семь видов спорта. Так. Вопрос, сколько было спортивных дисциплин? Я поясню на всякий случай, то есть вид спорта, например, лыжные гонки. Но внутри этого вида спорта есть разные дисциплины, например, непосредственно лыжные гонки и горнолыжный спорт. Ты понимаешь, да, в чем дело? У тебя есть варианты ответа, да, 14, 10 или 15? Я предположу, что пусть будет в каждом есть по два, в каждой, да, в каждом виде спорта есть по две дисциплины. И, соответственно, 7 на 2, пусть будет 14. К сожалению, ты был близок, но нет. Нет. Нет, правильный ответ 15 спортивных дисциплин было в Сочи. Ну ничего, у тебя еще есть две попытки. Следующий вопрос. Сколько комплектов наград было разыграно на Олимпиаде в Сочи? И варианты 70, 98 или 85? Меня сегодня валят на экзамене по Сочи, да, получается? Ну попробуй. Ну пусть будет 70. Ты уверен? Нет, мне кажется, может быть все-таки 98. Уверен? 98? 98. Теперь уверен. Ура, хорошо, молодец, поздравляю. Действительно, было разыграно 98 комплектов наград, что на 12, если я не ошибаюсь, больше, чем на предыдущей зимней Олимпиаде. Ну и последний вопрос. Если ты на него правильно ответишь, то тебя будет ждать подарок. Итак, в Сочи приняли участие представители 88 стран, в том числе 7 новых. Я подготовила список из трех стран, и только одна из них, новая здесь, Мальта, Бермуды или Индия. Индия не выглядит, как новая игра в Олимпийских играх. Так, зимние, зимние Олимпийские игры, напоминаю, у нас. Зимние. Так, где у нас зима есть, кроме России и Екатеринбурга? Ну у тебя, если ты Индию уже не считаешь, то два варианта осталось, Мальта или Бермуды. Пусть это будут Бермуды. Увы, но нет. Новой страной была Мальта, к сожалению. Один правильный ответ из трех. Да, у тебя один правильный ответ. На всякий случай, чтобы ты знал, я перечислю все 7 новых стран, ты очень удивишься. Впервые участвовали в зимних Олимпийских играх Доминикана, Мальта, Парагвай, Восточный Тимор, Того, Тонго и Зимбабве. В некоторых странах был заявлен всего один участник, но тем не менее страна была представлена на Олимпиаде. Ты молодец, ты все равно старался, ты не эксперт в этой теме, поэтому утешительный приз для тебя все равно будет. Вот такая шоколадная медаль. Таня, спасибо огромное. Я сейчас приделаю на нее веревочку и повешу вот здесь, вот так вот, вот сюда. Вот, ну и будет повод, может быть, что-то пересмотреть.